А здрасте, всем друзья приветуленьки, у нас продолжается наш любимый золотой колос, и в общем-то давайте наверное пробежимся, посмотрим что у нас вообще происходит в нашей карьере. Во-первых я нафармил денег, опять-таки все на контрактах, ночка выдалась тяжелой, тут были очень жирненькие контрактики, и в общем-то у нас есть деньги, и сегодня мы их потратим, причем почти все, но это будет чуть попозже. Далее, у нас есть 18 поле, на нем растет трава, только наверное ни хрена ее не видно, да? Зато можно включить фонарик, точняк, я про это совсем забыл. Короче здесь растет трава, и она уже много раз покошена, я уже говорил, я ее постоянно косил, и все было классно. Соответственно в прошлую пятницу у нас был стрим, где мы эту траву оттуда всю собрали, и отвезли на Ямбга, но в моей вселенной этот стрим еще не прошел, он только будет в пятницу. А для вас он уже был в пятницу, вот так это прекрасно работает. Короче, эта вся трава у нас пошла на БГА, и да, я ее еще раз покажу сейчас, потому что она созрела, и все прекрасно. Также друзья, у нас есть поле, на котором почему-то растет ячмень, я не знаю почему, потому что мне так захотелось. Ячмень это хорошо, ячмень это здорово, правда он нам особо не нужен, контракта на ячмень как-то вот не попадалось. Также если мы заглянем в рейтинг и статистику, увидим, что рейтинг у нас уже 26, накинули мне еще за время в игре, потому что я тут все играю и играю. А также друзья, у нас есть два контракта, один контракт на снабжение, я о нем уже рассказывал, сейчас идет только пятый день, в общем-то надо будет отвезти обязательно, в 6 утра у нас откроется вот этот триггер, в 6 утра надо будет все это дело отвезти. А также друзья, есть у меня контракт на картофель, я картошку не сажал, но как я уже рассказывал, я немножко натырил картошки с чужих полей с контрактов, так что этот контракт мы тоже без проблем можем выполнить. Вообще у нас тут много всего лежит, и свеклы, и картофеля, свеклы я забил в склад, но потом были проблемы с одним контрактиком, и в общем-то пришлось немножко этой самой свеклы распродать, зато денег заработали. Но основное друзья сегодня, что надо сделать, это во-первых купить новую технику, и начнем мы друзья с нового суперского прям мега комбайна, поэтому погнали в магазин. Я долго думал какой комбайн нам купить, и в общем-то придумал, на самом деле у нас было целых 5 вариантов, это вот эти вот 4 дефолтных, которые идут в игре, Джонни, Кейс, Нью Холланд и Идеал, Фент или Месси Фергюсон, там в зависимости от раскраски. И еще у меня есть вот такой вот класс из DLC, он классный, у него большой бункер, и вообще он классный, да, потому что называется класс. Но как мне многие написали, на самом деле и Нью Холланд, и классовский вот этот комбайн у нас уже были в прохождении на свапе, поэтому стоит выбирать все-таки из вот этих вот трех, Кейс, Джонник и Идеал. И первый, который мы возьмем из этих трех, возможно у меня здесь будет не один комбайн, но пока что вот этот мы берем, это будет Фент. Можно ему раскраску Месси Фергюсон ставить, но я не вижу в этом особого смысла, можно ему движку поставить помощнее за лишних 50 тысяч, но в этом смысла на самом деле особо тоже нету, он прекрасно будет справляться и с этой на 538 лошадок. Короче говоря, мы все это дело покупаем. Также к этому товарищу нужна жадка, комплектной к нему никакого нету, вроде как вот это идет в комплекте, но это 12 метров, это не наш формат. Нас интересует 13,7 метра и желательно, чтобы она была с подкатной тележкой, собственной такой раскладной, чтобы можно было это возить и не париться с перевозками. Поэтому тут выбор у нас Кейс или Нью Холланд. На самом деле разницы особо между ними нету и с черным комбайном и желтое и красное будут прекрасно смотреться, но мы возьмем красную. А эта падла стоит 89 тысяч, мы ее тоже покупаем. Также, друзья, к этому комбайну нужен какой-нибудь классный початка-собиратель для кукурузки. И разумеется, мы возьмем самый топовый, который даже типа комплектный к нему идет. Это 12 метровая вот такая вот штука, которая тоже классная. Ее, кстати, можно подкрасить в любой цвет. Черный с оранжевым будет смотреться, поэтому красим в оранжевый, пускай будет так. 91 тысяча тоже заверните, пожалуйста, мы берем. И у нас остается еще 470 тысяч. Разумеется, мы их тоже сейчас пойдем тратить. И, друзья, мы купим себе грузовик для перевозки всего сыпучего. Возьмем мы мана, который идет с карты, причем сразу же тяжелого мана, чтобы он нормально ездил в нагруженный. Поставим ему оранжевый обод. А его, собственно, покрасим в красный цвет. Нет, мы его в черный покрасим. И обод мы поставим красный. Увы так, можно поставить ему колесики трелеборг. И, кстати, они смотрятся лучше, знаете ли, для езды по полям. Давайте такие и поставим. Берем. Еще 170 тысяч, какой кошмар. И, конечно же, нужен прицеп. В паке с карты идет вот такой вот тонар на 37 кубов. Вроде как логично было бы использовать его, но нет. Не хочу, хочу дефолтный. Поэтому возьмем вот этот вот за 78 тысяч на 59 кубов красного цвета. Такими же колесиками трелеборг. И можно даже широкие шины поставить. Почему бы и нет. И еще 80 тысяч мы на этом тратим. Кошмар. Но ничего не поделаешь. Оно нам надо. Соответственно, вот такой вот комплект техники у нас появился. Вроде как все будет симпатично. Все в связке. Может быть, жатку, конечно, стоило покрасить в красный. Но хочу пока оранжевый. Если сильно будет мне бить по глазам, то потом перекрашу. Не проблема. Можем это сделать хоть на базе. Пока что, друзья, всю эту вот катавасию мы оставляем здесь. И перемещаемся в наши теплички. Хотя перемещаться туда смысла нет. Погнали на садовый центр. На садовом центре, друзья, у нас продается рассада. Я в прошлый раз, в прошлой серии, купил теплицы. Купил грунта к ней. И за все это время у меня этот грунт туда перевезся. Соответственно, вот они. На складе лежат 700 кубов грунта. В принципе, чтобы понимать наш бюджет, я думаю, что имеет смысл сразу же весь этот грунт загрузить. Потому что это тоже стоит денег. И наши теплички готовы к посадке. Остается 212 тысяч. И за эти деньги нужно купить рассаду. Я вот только единственное не помню, можно ли перевозить рассаду с помощью нашего бортового Урала. Это хороший вопрос. Так как рейтинг у нас уже больше 15, то мы можем сеять или садить рассаду третьего сорта. Поэтому мы и будем брать третьего сорта. И пока, друзья, у нас нет никаких контрактов на все вот это вот. Я думаю, имеет смысл взять всего понемногу. Чтобы у нас уже было все. Поэтому возьмем 2 поддона с клубничкой. 2 поддона с баклажанами. 2 поддона с огурцами. И 1 поддон с томатами. Остается у нас 100 тысяч денег. Но если бортовой Урал не сможет это все дело перевезти, это будет не круто. Я просто не помню, может или нет. Если не сможет, то купим технику для поддонов. Это тоже не особо большая проблема. Ну что, друзья, час истины. Ну, по-моему, он не перевозит ее. Но попробовать стоит, да? Попробовать стоит, но нет, он ее не перевозит. Так что бортовой Урал мы сейчас отправляем на домой. Делать ему здесь явно нечего. Давай, дружище. На парковочку. Ну, а нам тогда надо отправиться еще раз в магазин. Для перевозки поддонов нам нужен прицепчик. По-моему, он находится вот в этой категории. Да, полуприцеп автоподбор. Он точно возит. Такой у нас уже был в 17 ферме, поэтому мы его берем. 37 тысяч он стоит, нормально. И, друзья, так как у нас хватает денег, то мы к нему возьмем еще Урала, который будет этот тягач и возить. Точнее, этот полуприцеп. А Урал это и есть тягач. Он стоит 44 тысячи, у нас есть 67, поэтому мы его тоже берем. Как ни странно. Ну и теперь всю эту технику нужно отправить на базу. Отправить домой. Соответственно, комбайн. Ты пока тебе делать особо нечего. Хотя надо будет потом посмотреть. Может и есть чем заняться. Сейчас все контракты можно будет выполнять. Уже не брать в аренду никакого этого комбайна. Все контракты выполнять на этом фейнте и будет классно. Я буду доволен. Будем больше денег зарабатывать. Это классно. Короче, мы цепляем вот этого вот товарища и отправляем его просто на базу. Давай, ехай. То же самое мы сейчас сделаем и с нашим новым классным маном, который черненького цвета. Мы ему сейчас со всей силы тут цепанем вот этот вот прицепчик. Ему, кстати, надо будет назначить парковочное место. Сделать свое. Потому что он расцепляться точно не будет. Давай, дружище, тоже шуруй на базу. Они, в общем-то, доедут и все у них будет в порядке. А вот этого товарища мы сейчас цепляем и едем грузить рассаду. И поедем потом на эти самые, на теплички. Ух, лампочки как загорелись. Прикольно. По-моему, раньше такого не было. Когда цепляешь и цепляешь, лампочки ходовые огни загораются. Прикольно, прикольно. Ладно, погнали на этот самый, на садовый центр. И, соответственно, друзья, прибываем мы на нашем Урале к нашим вот этим вот поддонам классным. И давайте вот это вот грузить. Упс. В общем, мы это все дело загрузим. Закрепим ремнями, отвезем и посеем. Все у нас будет прекрасно. Сначала вот клубничка. Я не знаю, смогу ли я аккуратно. Да, я знаю, что здесь есть автоподбор, но знаете ли, пока что хочется. Хотя я сейчас передумаю, на самом деле, да. Потому что вся эта погрузка поддонов у меня обычно не получается прям сделать так, чтобы было прям сильно хорошо. Хотя помнится, на зеленой долине я как упоролся с этим делом, что просто офигеть было. Но ладно. И внезапненько, друзья, нам прилетает контракт на клубнику. 39 кубов надо. 40 можно считать перевести. 79 часов на это дается. Ценник на нее, конечно же, прекрасный. Надо посмотреть, сколько клубники выращивается у нас в теплице. Клубника 22,5 куба за один цикл с одной теплицы. Соответственно, с двух теплиц четвертого сорта получается 45 кубов плюс-минус. Ну и плюс еще 15%. Короче, нам этого действительно хватит. Отлично. Этот контракт мы принимаем, потому что это же классно. Клубничкой, да по контракту сразу же. Вот это вот нам фартануло. Ладно, мы продолжаем в любом случае грузить все эти поддончики. Но сейчас я психану и все. И не будет больше поддончиков. Просто автозагрузкой все подцепим. Оп. Вроде бы правильно, да? Ну почти. Пойдет. Да, сейчас там те, кто играет на Золотом Колосе, очень много споров идет на тему, какая система контрактов была лучше. Та, которая была на Золотом Колосе в 17-й или вот на дырах Кавказа и здесь. Но я уже объяснял, почему они это дело поменяли. Потому что не было отзывов. Не было хороших отзывов про 17-ю. Я уже рассказывал, как это психологически работает. Или я на закрытом стриме это рассказывал, не помню. Но не важно. Короче, будет так и ничего теперь не меняется. Уже менять эту экономику разработчики не будут. Хотя, если честно, я много с кем, не знаю, это можно назвать сотрудничество или не сотрудничество. В общем-то, много с кем из разработчиков общался. И я скажу, что манускрипт самое больше слушают своих пользователей. Остальные обычно хер забивают. Как-то так, 7 штук погрузили, прекрасно. Можно закрепить это все дело ремнями, обвязать со всех сторон. И погнали на наши теплички. А пока, друзья, наш Урал едет на теплице, мы продадим нашего комбайна. Во-первых, жатку за 4 тысячи продаем. Он нам абсолютно не нужен, этот комбайн. Сами понимаете. Из-за... Бляха, 15 тысяч всего, кошмар. Интересно, если мы починим за 500 евро, ценник вырастет, он на 500 евро и вырос. Понятно. Также у нас есть еще кукурузная жатка, маленькая от него. Мы ее тоже продадим за 11. Мы не так много и пользовались, поэтому ценник не так сильно просел. Но ради 2-3 тысяч я, разумеется, не поеду ее сюда забирать. А также, друзья, мы возвращаемся на базу. Надо будет сделать парковочные места для комбайна. Я еще не знаю пока, где и как это сделать, чтобы было прям красиво и хорошо. Но пока он будет стоять здесь... А вот этот товарищ, блин, где бы тебя поставить? На самом деле, неплохо было бы, конечно, начать пользоваться гаражами, которые идут на карте с исчезающей техникой. Но смысла пока в этом особого нет. Техники у нас не так много. Я переключаться по ней меняет, не калит особо сильно. Да, в этот гараж, наверное, ему тяжело будет заезжать самому. Или все-таки в те гаражи и прописать. И автодрайв можно туда прописать будет. С другой стороны, у нас пока что нету рейтинга 30, поэтому это не особо интересно. Хотя, кстати говоря, у нас же есть контракт, поэтому надо ехать делать. Правильно? Правильно. Кстати, сейчас, может быть, мои точки могут сломаться. Но в любом случае, ладно. Смотрите, что нам надо. Нам надо овощезагрузка 2. Оттуда это все дело надо будет загрузить. И отвезти я, честно говоря, даже не знаю куда. Но мы сейчас посмотрим. Картофель. ЖД-станция. Склад овощей. Овощи не вопрос. В точке продаж свекла, картофель. И возить тебе картофель. Сколько там надо отвезти вообще? 129 кубов, 50 литров. У нас как раз, кстати, тягач уже прибыл на этот самый. На тепличке. Сейчас мы там пойдем развлекаться. Этого товарища отправим возить. Сейчас отправим. Не проблема. Только из первого бункера надо загрузиться будет вручную. Это у нас из второго. Из второго триггера у нас картошечка идет отсюда. Нет, не отсюда, представляете, я не угадал. Значит, отсюда у нас. Да, картошечка из второго. Все правильно. Смотрите, ему надо отвезти 129 тысяч 50 литров. Соответственно, первый раз ему надо отвезти 11 кубов 50 литров. Вот так вот мы это дело выстраиваем. Давай, дружище, загружайся. Хоп, пошла загрузочка. Прекрасно все. Съездить ему нужно будет туда, получается, три раза. Отправляем его и ставим сразу же выгрузку. Вот, он съездит туда, отвезет все и вернется на базу. И это прекрасно. А мы тогда возвращаемся к нашим тепличкам. Он сюда приехал. У меня здесь единственная точка пока что стоит. Это выгрузка грунта. Но это не важно. Соответственно, поехали разгружать все это дело. И сейчас нас пишут еще кучу денег за то, что мы это все дело будем разгружать. Потому что посадка почему-то занимает очень много денег. Там 3000 евро, по-моему, для того, чтобы одну теплицу рассадить. Это много. Но ничего не поделаешь. Зато мы потом заработаем кучу денег. А деньги мы любим. В общем-то, просто проедемся вот так вот. Хоп. А не, по 2000 это все дело стоит. Ну и ладно. Две так две. Тоже хорошо. Хоп, хоп, хоп. И все. Все прекрасно заработало. Урала пока что глушим. И тут пошла вон анимация, теплички, все засажено. Где-то валероны должны ходить. Хотя сейчас, может быть, с 6 утра нету, поэтому они не ходят. Может быть, рабочий день у них начинается. Да как туда пройти? Никак туда не пройти, да? Ну, пожалуйста, пройди туда. О, я прошел и зацепился в стол. Ладно. Валеронов пока что нет. Обычно они здесь есть. Ну да ладно. В общем-то, у нас теперь здесь все растет. Все классно. Созревание везде 0%. Третий сорт, это все понятно. Надо будет к следующему утру еще привезти сюда удобрение и загрузить. Это, кстати, с помощью бортового Урала можно будет сделать без проблем. Или с помощью тягача. После тягача это 10 поддонов. А Урал сразу же... Ладно, я с этим разберусь. Может быть, на стриме это сделаем. Который типа уже прошел. А может и нет. Но тут мы, в общем-то, совсем разобрались. Дальше, друзья, у меня сейчас на валероны отвезут картошку и пшеницу, которую надо отвезти. Поле 6.7 у нас еще не созрело, поэтому мы ждем созревания. Зато можно вон выполнить контрактик какой-нибудь. Есть тут на сбор урожая несколько. Я, в общем-то, этим делом поупарываюсь еще, заработаю немножко денежков. И мы с вами встретимся, когда уже будет что-либо интересное происходить. А смотрите-ка, друзья, какая интересная фигня у нас тут произошла. Он сюда приехал, но не выгрузился. И я решил посмотреть, а почему же ты так не сделал? А все потому, что если мы посмотрим цены на картофель, то у нас здесь свободно 0 литров. И, видимо, если у вас контракта здесь нету места, то, соответственно, он сюда выгружаться-то и не будет. Или он и не пытался, и у меня тут стриггер кривой. Вроде с триггером все было нормально, я проверял. У меня контрактные сюда отвозились без проблем. Нет, он не выгружается. Достигнута предельная вместимость. Вот так вот. А вот, кстати, только что стукнуло 6 утра, может быть, что-то изменилось? Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, все равно 0 литров. Значит, пока что картошку мы не отвозим. Значит, давай шуруй на овощи выгрузка. Выгружай это все дело, потом мы тебя отвезем. Пшеницу пока отвезешь. Да поедешь на контрактах работать. Благо на картошку время еще есть. Главное, этот момент весь не провафлить. А здрасте. А смотрите, что у нас тут происходит. В общем-то, закончилась у нас уборка. И, соответственно, освободилось место у нас. Вот здесь вот, чтобы отвезти по контракту картошку. И, соответственно, ман уехал все это дело делать. Первый вот прицеп он уже привез. До этого еще трактор съездил. 14 кубов отвез. Сейчас 56 кубов отвез еще ман. И, соответственно, еще 59 ему нужно отвезти. И контракт будет выполнен. В общем-то, это окошко пускай здесь висит. А мы погнали посмотрим, что у нас еще происходит. Перемещаемся на наше поле. И на нашем поле сейчас идет культивация. В принципе, она началась буквально сразу же, как мы начали убирать это все дело. Просто новый комбайн. Такой суперский, такой классный. И он, в общем-то, все это дело быстро убрал. Следующее надо будет покупать обязательно культиватор и трактор под него. Потому что эти трактора новый культиватор не потянут. И еще, кстати, параллельно уже начал здесь кататься наш зеленый фэнд, который начал здесь все сеять. И сеет он сейчас сюда пшеничку. Я, в общем-то, ребята, решил, знаете что? Будем засевать наше поле и собирать рожь, пшеницу, ячмень, кукурузу. В общем-то, то, из чего можно будет делать потом какие-либо продукты на мельнице. Потому что именно на мельнице, точнее, именно мельницу, мы собираемся покупать первыми из производств. Поэтому сейчас затариваемся туда. Если будут какие-то контракты, то тогда мы, соответственно, сможем посеять. Потому что контракты идут примерно на 80 часов. Мы всегда успеем здесь все посеять, все собрать не один раз даже. Но на данный момент контрактов нету. Контракт, точнее, появился у нас на клубнику, которая у нас в тепличках растет. Поэтому поле засаживаем пшеничкой и пшеничку потом будем собирать. В общем-то, тут ребятам надолго, поэтому пускай, в общем-то, работают. И еще, друзья, второе поле. Второе поле я взял контракт на уборку ячменя. На самом деле, я уже довольно много контрактов здесь сделал. Ничего почти толком не осталось. Этот комбайн, кстати, сколько он уже? Он уже и кукурузку успел поубирать. И 33 километра наездил. С учетом того, что это только на полях он работает, это довольно много. Три часа он уже отработал. И с учетом того, что он быстро эти поля собирает. Классный комбайн, мне очень нравится. Черненький такой, с красненькой жадкой. Классно, крутота. Так вот, он собирает контракт. Я тут контракты повыполнял еще. Это вот за эту сессию, которая час идет. Это пока там и поле убиралось, и до этого еще вспашка была какая-то. В общем-то, классные контракты. Мы их поделали из того, что я тогда набрал. Остался только вот этот на сбор урожая. Вот эту вспашку я брать не хочу, потому что не хочу. Посев, само собой, я брать не буду. Тем более, еще и картофеля. Ну его нахер. А тюковку, наверное, мы возьмем. И я ее выполню. 20-е поле. Можно, в принципе, даже сейчас ребятушек зарядить. Точнее, каких ребятушек? Чтобы сделать контракт на тюковку сена, нужна косилка и два трактора. И эти два трактора, которые у нас есть, они сейчас заняты. Но можно пока что отправить это все дело покосить. Потому что косилка-то у нас есть, правильно? Только где наша сеноворошилка? Вот с этим я еще не разобрался. Я вот постоянно говорю, что я скоро разберусь с этими всеми сеноворошилками и так далее. И вот наиграно уже еще лишних 200 часов с тех пор, как я говорил, что я с этим разберусь. А я до сих пор не разобрался. Вот такой вот я лентяй. Ну ладно, это все не важно. Короче говоря, смотрите, сеноворошилка. Это все классно, но нам надо поменять режим нашей сенокосилки, потому что она сейчас у нас будет работать полностью. А нам надо сделать так, чтобы она все это дело сгребала в центр. На 20-е поле забубеним курс плей. Давайте-ка вот оттуда, например. И он проедется по кругу 4 раза против часовой стрелки. Это важно. И 10 метров, потому что 13 это сеноворошилка, а 10 метров он будет косить. В общем-то мы это дело генерируем. Вот такой вот замечательный маршрут у нас здесь получился. И потом, что мы еще делаем? Мы еще на поле 20 отправляем. Соответственно, со стартовой точки он начнет. Все, давай ехай. Он туда доедет, после чего вернется на базу. Все скосит и вернется на базу. Вот так вот это работает. Классненько. Только, дружище, стой. Я что-то про тебя забыл. Тебе же надо сложиться сначала. А то что ты раскрытый такой 10 метровый поедешь? Ты же будешь цепляться. Все, вот так вот и есть. Вот так вот ты доедешь, будешь молодцом. Ну а тем временем еще и Ман приехал, кстати, разгружать картошечку, что тоже замечательно. Сейчас он здесь вот ее вот так вот прекрасно выгрузит. И у нас будет выполнен контракт и будет еще плюс один рейтинга. В принципе, сейчас контракты стали выпадать чаще, поэтому рейтинг по факту не проблема. И это хорошо. Давай, дружище, выгружайся. У тебя в прошлый раз получилось, значит и этот получится, да? Да, пошло, поехало, покапало все это дело. Плюс еще денежки. Да, мы же продаем эту картошечку, не просто ее привозим и нам заплатят. Мы ее продаем. Поэтому у нас уже 264 тысячи и контракт на поставку товара картофель выполнен. Круто там. Ну и мы, соответственно, отсюда этого пацана тогда вырубаем. Хотя он уже домой вроде собирался ехать, а может и не собирался. Не важно. Ставим ему режим работы с комбайнами. Едешь ты, дружище, на поле номер 2. Я сказал 2, а не 3. 2. И то, что ты оттуда собираешь и везешь на приозерский элеватор. Все, давай, еть, работай, ты будешь молодцом, я в тебя верю. В принципе, мне вот все нравится, что здесь все автоматизировано, кроме, конечно, пополнения семян. Каждый раз, когда он будет пополнять семена, надо будет, когда он приедет на пополнение, обязательно заходить в меню, вот тут вот на склады тыкать семена и вот здесь ручками его пополнять. Он хотя бы туда приезжает и останавливается. Если бы еще уведомлял, какая была, то вообще было бы классно. А так только сверху, если сам за ним следишь или случайно на него переключаешься. Ну ладно, в любом случае, вроде как все работает, все прекрасно. Я еще завтра перед стримом, который вот я в начале серии говорил, что будет стрим, да. Да вот его еще не было. Хотя времени тут прошло, то его гора. Так вот, я еще пойду на работу и буду там монтировать эту серию. И еще гайд по автодрайву я тут смонтировать собирался, который вот вышел пару дней назад. Я его записал, но еще не смонтировал. Он еще не вышел. Если, в общем-то, после всех этих монтажов останется рабочее время какое-то, то я, разумеется, еще здесь что-нибудь поделаю и что-нибудь добуду. В принципе, 264 тысячи нам абсолютно точно хватит, чтобы купить себе еще раз. Ураженный прицеп вот такой, наверное, на 34 куба мы возьмем. Или на какой-то этот посимпатичнее. Не знаю, в общем-то, на стриме решим, пофигу. Нужен будет еще каток. Тут и заравниватель бы не помешал, кстати, но каток, мне кажется, будет лучше. Посмотрим. В любом случае, работать-то будем ручками, без всяких автодрайвов и курсплеев. И травы тут, скорее всего, будет прям дохренище. Где наше поле с травкой? Вот наше поле с травкой. Тут она, кстати, еще немножко подросла. Ее можно будет еще чуть-чуть скосить. В любом случае, надо будет все это дело заволковать, пособирать и отвезти на БГА. На БГА, кстати, да, я не показывал ни разу. БГА здесь работает как обычно. Точнее, не как обычно, а, в общем-то, работает. Ямы эти доступны для всех мультиферм. Ими может пользоваться любой, если вы в мультиплеере играете. Хотя мультиплеер еще не завезли на эту карту. Есть здесь просто точка продажи, которая не бездонная, но можете сразу туда закинуть много. Надо, в общем-то, на самом деле, даже смотреть силос, 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 силос. 285 кубов сюда еще влазит, но, в общем-то, как и любая другая точка продажи, 10 пополняется. А здесь вот есть пополнялка дегистата, и этот дегистат здесь покупается. Его тоже обычно не бесконечно, то есть, ну, все как обычно на этой карте. Поэтому как-то так. Так, этот товарищ сюда приехал, он, в общем-то, да, увидел, что комбайну нужна помощь, поехал работать. Молодец, красавчик, надо еще на 20-е поле сбегать, посмотреть, нормально ли там начался, начался, да, покос. 20-е поле у нас вот здесь вот, справа, около овчарни. Чарт. Да, я иногда медленно, не так, как надо, могу промахиваться, знаете ли. Такое иногда случается. Так, что у нас тут? У нас тут все работает, он доехал, он работает. Прекрасно. Все работают, все закрутилось, я еще тут немножко пока посижу, посмотрю, как у них тут что получается. И, в общем-то, да, впереди стремезус, биогаз и так далее. Ну и куча контрактов, как обычно. На этом, друзья, у меня все. Вот такая вот у нас получилась серийка. Не забывайте, что надо влепить лайкусик обязательно под этой серией. Потому что если вы не поставите лайкусик, то придет вместо Дедушки Мороза. Впереди у нас Новый год, поэтому вместо Дедушки Мороза к вам придет бабушка Жара. И она не будет дарить вам подарки, она вас что-нибудь заберет в подарок себе. Вот так вот это работает. Поэтому лайкусик, комментарий, в общем-то, вы все знаете. Еще если вы не подписаны, то можете, конечно же, подписаться на канал, чтобы не пропускать ни стримы, ни видосики, ничего не пропускать. Потому что прохождение не заканчивается. А если вы хотите смотреть все ролики заранее, то можете оформить дешевенькую спонсорку. И, кстати, спасибо всем спонсорам, кто уже поддерживает канал. Вы вообще красавчики, пятюня вам всем. Ну, в общем-то, да, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй и всем покаки. Субтитры сделал DimaTorzok